Господи, благословище! А там не попадает? Не знаю. Вот так вот. Попратишься. Ты посмотри и попратишься. Господи, благословище! Там небесный, Усвященный вернушительный, Иже весь весы, И все исполняя Сокровище владим, Иже ки подателю, Приедись все листерны, И очистены от всяких кредны, И спасти благословище души наши. Господи, благословище! Читает у нас Евангелие, да, уразуметь столкование блаженого фифилакта. Ни планеты, ни влево, ни влево. Чтобы Господь нам дал уразуметь, да, сегодняшний Евангелие. Матфея, 18 глава, 23-27 стих. А я забыла вам. Можно на районе его читать Евангелие? Вот найдете, быстро так. Матфея, 18 глава. 18 глава, «Подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раз тот пал и кланясь ему говорила, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, милосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Ну что, да? Тебе, только ранее блаженного фифилакта, мы след и причина учат нас прощать нашим сырабам в согрешениях против нас. Особенно же, когда они кланяются в ноги нам, просят прощения. И здесь нет подобной всей притчи, может тот один, кто имеет ум Христов. Царство, ну как здесь, да? Царство подобное. Что здесь имеется в виду? Царство есть Слово Божие. И не какое-либо малое царство, а небесное. Продал же должника с его женой и детьми. И всем имением означает отчуждение от Бога. Либо проданный делается рабом другого господина, то есть дьявола. Под женой должна разуметь плоть, супружницу души, а под детьми худые действия, производимые душой и телом. Сию эту плоть повелевает предать сатана сатане на истязание, то есть предать болезням и мучению демонскому. Велик также связать и детей, то есть деятельность его зла. Так Бог осуществует чью-либо руку крадущую или связывает ее посредством какого-нибудь демона. И вот жена, то есть плоть, и дети, злые действия преданы измождению, да спасется дух. Ибо человек, тот уже не может воровать. Смотри, какая сила покаяния, и как человек и любит Господь. Покаяние зле заставило раба упасть. Кто крепко стоит зле и не падает от покаяния, того нельзя и простить. Посему милосердие Божие просило весь долг, хотя раб не просил совершенного прощения, а просил только отсрочки. То есть нам сегодня, когда читали проповедь, да, может, тоже была в храме, у вас тоже слушали проповедь, да, как у вас, у нас, говорит, священник, то есть чисто внешне поясняет, да, буквально смысл прямой, когда мы прощаем друг другу согрешение, тогда и Бог нам просит. Если Господь нам прощает, мы не прощаем, то как бы и Господь не прощает. Но здесь еще поясняется, что по отношению к Богу, то есть когда мы согрешаем, у нас же бывает не только друг перед другом грехе, да, но по отношению к Богу бывают и тайные грехи. Вот, и тут как бы они не поясняют, вот именно нужно еще такой смысл, что наши злые дела, наши мысли, бывает, да, наше плоть, и мы бунтуем на согрешение против Бога и не каяемся в этом, то вот мы остановимся даже не каяем как бы, да, перед Богом. Но многие этого-то не, все равно не знают этого. Он сказал об этом. Говорил? Да. Он сказал, что и мы должны перед Богом, тоже, значит, что мы как бы согрешаем, согрешаем, да, ежедневно, ежечасно. Ну, это, значит, маленько не расслышали. Дальше, Матфея 18, 28 по 35 стихе. Рад же тот, выйдя нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто диналиев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его упал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя спрошедшие, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его, говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упростил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя. И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему совершению его. Толкование блаженного «Никто из пребывающего в Боге не бывает без охранателем, а только тот, кто удаляется от Бога и сделается чуждым ему. Раб, получивший прощение несравненного большего долга 10 тысяч талантов, не хочет не только просить несравненно меньшего стадинария, но и отсрочить, хотя должник просит его теми же словами, какими тот просил царя, напоминая тем, как сам он спасся. Здесь представляются ангелы, ненавидящими зло и любящими добро, ибо они сослужители того злого раба. Говорят же они это Господу, никак не знающему, а для того, чтобы ты знал, что ангелы суть наши защитники и что они не любят бесчеловечных. Господь производит суд над злым рабом и с чем заколюбие, чтобы показать, что не он, а жестокость и неблагодарность раба лишает милости. Каким мучителям предаст? Конечно, карающим силам на вечное мучение, ибо слова пока не отдаст ему всего долга, в кавычке скрывается, то есть пояснение слов Ивановских, они значат, да то ли пусть мучится, пока не воздаст, но он никогда не воздаст долга, то есть никогда не кончит должного и заслуженного наказания, ибо в Аде нет покаяния, следовательно, он всегда будет под наказанием. Желает, чтобы отпущение было от сердца, а не от одних уст. Представь теперь, какое зло, памятозловие, оно лишает даже и дарованного дара Божия. Вот как бы пояснение, да, что интересно. Товарищи, то есть ангелы наши, они наши помощники, еще где-то до этого недавно читала момент, сейчас не понял, может, в другом толковании, что они говорят, что он настолько не терпит, что когда грешник согрешает, они готовы как бы его поразить, доказать. И Господь защищает нас. Господь защищает? Да, Господь защищает, он же имеет власть над ангелом. Вот эта мысль как-то мне удивила. Ангелы не могут сами себе наказать, они все делают свежие должное. Понятно, они исполняют волю Божию, но все равно они гниваются, могут отходить от нас, когда мы согрешаем. Я сейчас вспомнила, недавно встретили одну сестру, разговаривали. Вот какое имеет зло? Лопать зло. Вот сказано, даже если ты пришел, покаялся, исповедовался, причастился, у нас как часто бывает, некоторые что он кого-то имеет обиду. Особенно бабульки у них долго это зло терпит. Вот у меня знакомых много, общаешься, вот ей что-то подумалось, мне что-то наколдовал, ей что-то принес, она держит какую-то обиду, а потом опять идет спадеться. Я говорю, у меня с мамой так в деревне было, они друг другу что-то подсорят, скажут, я говорю, мама, нельзя, человек старый, ты в любой момент можешь умереть и как-то нерассказанно пойдешь, ты обязательно примирить, пойди, пойди, неважно, что там против тебя, кто-то, что-то, ты сделай так, чтобы сходить примириться. Они ранены и сложно. Вот, это опять журналисты. И много зальны. Сколько год назад, когда я ездил на Молтайну с одной, и дорогой там всякие искушения было, но дорога, сами понимаете, и вот она нам проговорилась, ой, а ведь она уже исповедовалась, она уже причащалась. Получается, как вот по этой, значит, ты ходишь к причасти, исповедовешь, причащаешься, Господи, прости, ну, то есть, прости меня, а сама вышла, не хочешь своему ближнему простить. Вот прям все по этой притче. Получается, если ты собрался наиспоить Господу простить, чтобы Он тебе простил грехи, поэтому сказано оставить дар твой, свой, у жертвенника да, иди сначала примирить не с тем, кого ты отпечарил, это уж естественно, но с тем, кто на тебя чего-то имеет. Вот это самое сложное, да, мы, конечно, тут не говорится о том, что если мы не знаем, на нас кто-то что-то имеет, может такое быть, может нас полуцеркви не любят, но мы этого не знаем, а здесь говорится о том, если мы знаем, что на нас кто-то что-то имеет. Вот у меня тоже так было, дружу же, общаясь со многими бабульками, вот тоже искушение себя, что-то не так поймет, что-то не так, и она уже обижается, она же впорчит и сразу это вот, как это, чувственно вот это все выражается. Он же и ходишь там, не знаешь, как это загладить в свое вино, думаешь, вроде бы ничего не взял, вроде бы не согрешал, да? А по ее, глазам, по ее взгляду, вот что-то не так взяла. У меня была знакомая, мы с ней общались по телефону, но потом я не захотела с ней общаться. Давай больше, давай больше, мы не будем общаться. И я ей прямо говорю, все, давай больше не будем общаться. Не хотела с ней общаться, ну, потому что эти раздоворы, они как-то, ну, не знаю, не настолько смущали они меня, мою душу, что я говорю, нет, давай больше не вообще общаться, но со мной со мной мне дружат, потому что вроде как мы с ней, ну, вроде не враги, но общение, извиняюсь, какое было, ну, духовные цели или чисто мирские, дотовые? Ну, как бы и то, и то, она вот, например, могла мне какие-то вопросы, на которые спросить, на которые можно только в священниках ответить. Например, а вот можно кратко там почитать, утренние там и вечерние правила, можно кратко почитать, но не все, а вот так вот. Я возмущала, я ему, какой я, она имеет право, какой я имею право не отвечать на это. Я говорю, что там у меня, вот она, это будет, Саша, мне спросить, ещеренько. Садиться, это спросить, у кого надо. Вот и какие-то вот такие вот вопросы, я вот вообще не думаю. Ну, с одной стороны, она вроде появляла смирение и хотела советовать у человека, может быть, она считала больше, знаете, всего, но все какие вопросы не нужны были. Вот, знаешь, там теперь тоже мирские темы, там… Ну, я считаю, есть такие простые вопросы, на которые мы можем отвечать, исходя из своего личного опыта. У нас у каждого свой есть какой-то духовный опыт. Я никогда, например, никого не доставляю, если такие вопросы тоже не задаю. Я, опять-таки, говорю, свой опыт, но в то же время и даю понять, что у нее будет совсем по-другому. Потому что мы разные, мы совершенно разные. Но один так ходит, другой так читает, понимает, каждый по-своему, да. Кто-то спит четыре, кто шесть часов. Я вам сейчас хочу рассказать про одного человека, проповедника миссионера, но зачитать. Я вот из интернета распечатку сделала. Таня, подойди, я узнаю. В ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия 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 состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревстный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических экономических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Игнатия 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 Игнати лакенок, человек твердых убеждений и пожилой, что требует уважительного отношения к нему с вложением. Митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской метрополии. То есть у меня очень хороший митрополит, благодатный, который выступил в проповеднике и миссионере. Это он просто мирянин, он чтец. Его посвятили в чтецах. Сейчас я вам немножко о нём расскажу. Давайте мы с Ивангелем закончили поблагодарим. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сомнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебе Вечаем. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Сейчас мы зайдём на канал по свете Библии. Я вам немножко расскажу, пока, Господи, благослови. Во имя Царствия, Сына Святаго Духа, Аминь. Боже, милости будем не грешны. Создава у меня, Господи, помилуй. Бесчиславися, греши, Господи, прости и помилуй. Царю Небесную, и учитель души истинны, И жилье сверсты, и вся исполняя сокровища благих, И жилье подателю, Приди, и все листерны, и очищены, и всякие скверны, И спасти благослови души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Сыну, и ныне пресной вовеки веков, аминь. Пресвятая Боже, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Завы и госпроси беззаконие наши, Святый Крепкий, святый Крепкий, И немощи наши, И имени Твоего Роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне пресной веков, аминь. Учи нас, и женщины на небесе, Да, святится имя Твое, Да, приедет царствие Твое, Да, будет воля Твоя, Яков на небесе и на земле, Хреб наш насущный дашь нам здесь, И остави нам долги наши, Яков же, и мы оставляем должником нашим, И не веди нас в свои искушения, Но он избави нас от лукавого. Господи, помяни Игумена Кирилла, Его святыми молитвами, Помилуй нас грешных, Митрополита Иосифа, Всего у нас новый митрополит, да, Его святыми молитвами, Господи, помилуй нас, Молитвами Египетского, Тихийшинского, Сибирского, Митрополита Сергея Ивановича, Алтайского, Барнаурского, Протерея Акима Лапкина, Молитвами святых наших иереев, Протереев, духовных отцов, Сегодня святых, Которых в пальце празднуется, Блаженов Андрея Христа, Египетского Читотворца, Святителя Лукфи Крэм, Святитель Николая, И всех святых, Господи, Помилуй нас, спаси и сохрани. Замени болящих, Болящую любовь, Болящую Елизавету, У Вас будет ущельствование, Египетский, Благодарю Господу, Духовное и Телесное, Оставление грехов, Святого Небесного, Если Он нам дать, Слава Тебе, Господи, Слава Тебе, Господи, Благослови. Сейчас. Спасибо, Христос. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова